Умение плавать – жизненно необходимый навык. Об этом воспитанникам детских садов и школ города рассказали сотрудники МЧС. Малыши поучаствовали в традиционной всероссийской акции «Научись плавать». Ребятам объяснили, бояться воды не нужно. Рассказали, как правильно вести себя в водоеме и демонстрировали элементарные навыки плавания. Тренеры уверены, наука – это несложное. И научить, причем быстро, можно всех. Есть такое понятие, как плавучесть, потому что кто-то себя комфортно чувствует в данной среде, а кому-то данная среда вызывает опасения, боязнь. Поэтому, если ребенок комфортно себя чувствует в данной среде, то это довольно-таки просто – положить его на воду, пару занятий. Но это не так быстро, как некоторые думают – два занятия, и он поплывет. Нет. Обучение плаванию – труд кропотливый, подходы требующие индивидуального. Малыши должны понять – игры на воде могут закончиться плохо. Конечно, пугать их никто не собирается, но упомянуть о возможных последствиях сочли необходимым. По центральному региону России на сегодняшний день утонуло 26 детей. Это больше, чем даже в прошлом году. Мы, Ивановская область, тоже остались в исключение не попали. У нас двое детей погибло в этом году. Как вы знаете, это в Тейково мальчик пятилетний утонул. И в Фурманском районе утонул ребенок 11-летний, который просто купался в незнакомом месте. Несмотря на холодное лето, статистика неутешительная. В регионе погибших детей больше, чем в прошлом году. Здесь, считают спасатели, вина взрослых. Либо не научили, либо не досмотрели. Профессиональные тренеры отмечают лучший возраст для обучения навыкам плавания 5-7 лет. Хотя объяснить азы никогда не рано. Мне 12 лет. Я научился 4 года назад плавать. Мне понравилось плавать на спине. Я не умела плавать, и меня родители научили. Говорили, у себя воздух вдыхай и плыви ногами, руками. К сожалению, тонут в водоемах страны дети, которые умеют плавать, и те, которые нет. Но последний в группе риска. Если умение держаться на воде поможет снизить случаи смертности и травматизма, этому навыку нужно обучать. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.